Добрый день! Сегодня программу про образцы я хочу посвятить продолжению разговора о заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. И, как я говорил, там было несколько еще других докладов, кроме доклада министра, которые заслуживают нашего внимания. И, на мой взгляд, даже вот не доклад министра заслуживает внимания большего, а именно тот доклад, который, ну это даже не доклад, а скорее сообщение, который прозвучал самым последним на этом мероприятии. И я думаю, что на него даже вот, может быть, особо никто и не обратил бы внимание. Это сообщение Марины Раковой. Она до недавнего времени занимала пост заместителя министра просвещения до этого образования. А сейчас она является вице-президентом Сбербанка и занимается вот как раз направлением, о котором и пойдет речь. Проект, который называется, соответственно, «Школьная цифровая платформа. Персонализированная модель образования для школы». Это инновационный проект, который продвигает Сбербанк и агентство стратегических инициатив. И, начиная свое выступление на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, Марина Ракова говорит следующее. Как вы знаете, чуть больше года назад мы получили поручение президента о разработке персонализированной модели образования. Но я обращу внимание, что все начинается с маленького вранья. То есть не президент попросил, дал поручение Сбербанку этим заняться, а наоборот было все ровно. Потому что если открываем то заседание в январе 2019 года, на котором вообще зашла речь об этом проекте, то события происходили так. Руководитель ОСИ, госпожа Чепушева, соответственно, выступила там с сообщением и, среди прочего, безапелляционно заявила. Что касается школьников, то здесь, Владимир Владимирович, огромный запрос на формирование вообще новых подходов, индивидуальных траекторий, выстраивание вот такой персональной траектории развития и маршрута для ученика и для учителей. Уже есть решение, вот хочу привести пример решения Сбербанка, цифровая платформа. Сегодня проходит пилот в трех московских школах и в Калужской школе. Но очень важно это сделать массовым. Нам нужно порядка 100 экспериментальных школ. И здесь очень важна грантовая поддержка школ, которые будут участвовать в этом проекте и будут использовать цифровые платформы и цифровые решения образовательные для детей и для учителей. И очень важно также, не хватает контента. Видим, что сегодня для детей вот средней школы очень мало образовательных продуктов. Вот новых, современных, которые отвечают вот этим запросам времени. И тоже необходима грантовая поддержка разработчикам этого контента для таких цифровых платформ. И вот уже, соответственно, появляется постановление поручения по итогам заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, в котором говорится правительству Российской Федерации с участием Сбербанка России и Агентства стратегических инициатив принять решение о проведении в прошедшем текущем учебном году апробации цифровой платформы персонализированного обучения, обеспечивающего реализацию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов на базе организаций, реализующих программу основного общего образования. То есть речь идет о том, о чем? О том, что Марина Ракова, начиная свое сообщение, уже как бы слукавила. Она сказала, что вот то, чем занимается Сбербанк, это было по поручению правительства. Как я вот показал, все было ровно наоборот. Что же они нам предлагают? Они утверждают, что они знают задачи 21 века и предлагают школе перестроить свою систему работы в соответствии с этими самыми новыми задачами нового века. Что самое интересное, вот сейчас разразившийся скандал, спор двух титанов Михалкова и Грефа в отношении школы. Греф утверждает, что он вовсе даже ничего никуда, никаких программ не поддерживает. Михалков говорит о том, что как раз вся деятельность Грефа направлена на разрушение школы. К сожалению, Никита Сергеевич обращается не к тем документам, не к тем программам. Так вот, то, о чем я сегодня говорю, это как раз то, чем занимается Греф. Но тут уже ему будет не отвертеться, я просто предлагаю обратить внимание. Что заявляют разработчики данной программы, которые впрямую являются прямыми подчиненными господина Грефа? Они утверждают, что школа 21 века требует трансформации сегодня, то есть она должна полностью измениться. То есть современная школа, она ни в коем случае не соответствует требованиям нового века. Потому что ученик как получатель знаний, это уже устаревшая парадигма, что традиционный учебник устарел, учитель, лектор и контролер, это тоже устаревшая позиция. Значит, соответственно, итоговая оценка знаний, это неактуально. И что должно быть? Должны быть, значит, выбор ребенком своих образовательных траекторий, навыки 21 века нужно развивать, знания, новая грамотность, вовлекающий контент должен существовать в школе, а не традиционный учебник. Соответственно, учитель, он должен быть не лектором, а фасилитатором, это еще тоже разобраться с этим термином надо, наставником. Вместо итоговой оценки знаний, соответственно, должно мониторинговое формирующее оценивание и цифровой след. Про цифровой след это очень смешно. Дело в том, что вот в докладе, с которого я начал, Марина Ракова говорит следующее. И тем более сейчас, после пандемии, после дистанса, в который попал весь Сбербанк, мы откровенно заявляем, что мы в онлайн не верим, дистанс не будет работать. И единственное, о чем мы говорим, о том, что, конечно, цифровые инструменты, они позволят выровнять качество образования на территории такой огромной страны, как наша. На самом деле очень странно, да, то есть такое раздвоение личности. Мы в онлайн и в цифру не верим, но верим в то, что цифры онлайн нам позволят выровнять некие там, некое качество. Как оно выровняет? То есть это вот за счет чего оно может выровнять? Сама по себе выровняется за счет цифры? Ну, то есть вы верите все-таки в это, да? А какие же главные цели ставит эта программа? Я открываю презентацию, которая опубликована официально, там стоят логотипы Сбербанка, очень четко заявляется миссия и базовые идеи этой программы. То есть речь идет о том, что необходимо изменить обыкновенные школы так, чтобы каждый ребенок получил персональное, современное и интересное именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни. То есть авторы, по сути дела, предлагают изменить суть, существо самой школы. Они предлагают уйти от классно-урочной, от той модели, которая сегодня существует с едиными программами, с едиными учебниками и по сути дела с плановым хозяйством в абсолютно персонализированная так называемую модель обучения, которая, ну, где школа перестает быть школой в том смысле, в котором она существует в нашем понимании. То есть это речь идет просто о сломе системы образования в стране. Конечно, все учителя на первое место ставят проблему отсутствия техники у учителей и у учеников. В этой связи Сбербанк сразу же отреагировал, и к первому сентября 25 тысяч устройств поступит в домохозяйство субъектов Российской Федерации, которые обеспечивают доступ к цифровым образовательным платформам. Такое решение было связано с исследованием, которое мы провели с родителями, и мы поняли, что многие домохозяйства не покупают персональные устройства для своих детей в силу оправданных страхов, что дети будут зависать в интернете, ютюбе, неконтролируемых ресурсах, играх и прочее-прочее. Наше устройство это Сбербокс, маленькая коробочка 7 на 10, к которой прилагается клавиатура, и буквально таким бандлом любой телевизор абсолютно превращается в смарт-ТВ, превращается в монитор, который обеспечивает возможность доступа к образовательным платформам. Некое устройство будет установлено дома у ребенка, и через него ребенок будет получать некий образовательный контент, который будет фильтроваться Сбербанком. Простите, а кто такой Сбербанк? Это какая организация? Это научная организация? А это как согласовано с существующими, опять-таки, педагогическими практиками, с людьми, которые работают в педагогике? Я уже не говорю про педагогическую науку, потому что то, что предлагается, это я отдельно потом буду разбирать с точки зрения педагогической науки, но оно явно идет в разрез с нашей отечественной педагогической школой, той, которую мы называем как успешную и удачную, но это вообще про другое. Что касается нас, то, безусловно, мы сохраняем свою идеологию о том, что мы идем по модели персонализированного образования, то есть это сочетание, ну, во-первых, это переход, безусловно, от знания и парадигмы образования к навыковой, это, безусловно, мягкие навыки, digital навыки, предметные, межпредметные навыки и так далее, и так далее. При этом для того, что... Вот смотрите, в отношении этого проекта она всякий раз, и в документах этого проекта всякий раз упоминается, что главная цель — это отказ от знания и парадигмы. Ну, поясню. Это, то есть, отказ от того, от той модели, которая существует сейчас еще и в части знаний, которые даются детям. То есть, если мы можем спорить, обсуждать, да, какой объем знаний должен быть, но все-таки мы говорим о классическом образовании, мы говорим о том, что есть разнообразные направления знания, которые даются в школе, и ребенок обязан, да, со всем этим массивом базовых знаний справиться, да, он должен быть гармонично развитым. Он не может, это плохо, когда он затачивается на отдельную какую-то специальность или специализацию, и об этом уже давно идет спор, но здесь это заложено изначально. То есть, изначально говорится о том, что ребенок, выбирая свою траекторию, он выбирает свой маршрут, поэтому изначально, там, чуть ли не с начальной школы, ну, в нашем случае со средней школы, да, с пятого класса в этом проекте, он уже, значит, специализируется и выбирает то, что ему нравится. Ну, как бы, это, конечно, хорошо, если бы это было дополнительное образование и кружковая работа, но если это основное образование, как мы можем говорить о, что это возможно вообще в государственной школе, и как это свяжется с общей концепцией, ну, гармоничного развития человека, это невозможно. На сегодняшний момент, когда в условиях пандемии мы сделали рулаут нашей платформы в 25 субъектах Российской Федерации на 2234 школы, мы поняли все ограничения, которые у нас есть. Как вы знаете, в соответствии с текущей нормативкой, подзаконными актами, у нас цифровой контент не является объектом, который могут образовательные организации закупать на средства госгарантии, которые доводятся на общее образование. Конечно, этот гэп нормативный надо решать. Тот гэп, который есть сегодня между нами, нашу флексибильность, garbage in, garbage out, мы должны полностью провести редизайн, прогнозировать кэшфлоу и NPV проекта, шейпер или креатор будущего. Ну, гэп нормативный, роллаут, это, конечно, все классно, правда? Поясню, о чем речь идет. О том, чтобы снять ограничения, по сути дела, и передать полномочия определения, какой контент хороший, какой нехороший бизнесу. На самом деле, в данном случае идет речь о самом банальном прямолинейном лоббизме, которым занимается госпожа Ракова. Лоббизме, в данном случае, интересов поставщиков контента. Потому что в эту замечательную систему, о которой они говорят, поставляться контент будет, естественно, через модель, которую они предлагают, перестроить модель утверждения допускаемых в школу материалов. Они предлагают ее пересмотреть полностью и разрешить покупать школам все, что им захочется. Мало того, что дети будут делать, что хотят, так еще и школы захотят покупать то, что им вздумалось. Кому-то там, в задней какой-то группе товарищей, почему-то придумалось покупать какой-то контент. Ну, как бы, мне кажется, что это уже даже не революция, это просто попытка просто развалить все, как на корню. При этом есть еще ряд ограничений правового характера, такое, как вообще понятие смешанного образования. При этом мы, как индустрия, не буду углубляться, можем представить достаточно большой, Андрей Анатольевич, доклад на эту тему. Мы предлагаем провести эксперимент в рамках сегодняшнего принимаемого законопроекта об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации. Ну и в довесок уже, так сказать, просмешанное образование, которое не отрегулировано. Заметьте, вот в прошлый раз я говорил, что вот эта история про смешанное образование, она становится очень актуальной в свете как раз проблем сельской школы. Вот это, если, как только возникнет нормативное регулирование смешанного образования, как только его заведут в рамки федерального закона, того же самого 273-го, или какие-то иные законы, которые позволят смешанное образование в школу засунуть, сразу, я вас уверяю, сразу губернаторы вцепятся в эту историю и учителей в сельские школы и в малые школы малых городов звать уже не потребуется, потому что все это можно будет решать через такие системы. Поэтому смотрите, как интересно. Вот то, о чем говорит Михалков, ну как бы в силу того, что он просто, его команда, они не специалисты, они не внедряются в реальные документы, с которыми работает Министерство просвещения, Министерство связи. Они все-таки по верхам и видят только эмоционально заряженные какие-то вещи, связанные с этим уже давно, так сказать, пережеванным проектом Farsight 2030 и так далее. Там все это было, конечно, но правильно Греф говорит, он этим не занимается сейчас. Он занимается совсем другими вещами, значительно более точно, профессионально и, ну скажем так, целенаправленно. Мне кажется, что вот это то, на что действительно надо обратить внимание, а все эти фарсайты это уже дела давно забытых дней. Поэтому вот нужно все-таки работать с тем, что актуально. Поэтому предлагаю оставаться на канале, обязательно об этом поговорим в следующий раз. Всего доброго. Ну там речь вообще идет о том, что по программе в перспективе должны быть отменены экзамены, должны быть отменены учебники, дипломы, а в перспективе и книги. И это подводится под тезис, что за всем этим стоит ужасный Греф. Значит, программа, которая там цитируется, честно сказать, я ее ни разу в глаза не видел, от него только услышал. Это как? То есть, это что, всерьез? Продолжение следует...